И радостная новость в мире. Вот эта работа Пикассо «Женщина с часами» сегодня или вчера продана на Сотбис за 139,4 миллиона долларов. Это самая дорогая покупка, утверждает Сотбис. А в нашем краю вопрос, Юля мне помогает, по поводу наклейки маленьких форматов на пенокартон, можно на ДВП, на вспененный полистирол. Вот у меня. Привет, друзья, я извиняюсь, у нас, по-моему, опять перевернутая картинка. Если кто видит, напишите, пожалуйста. Я же только что делал не перевернутые. Ну что, будем делать новые трансляции? Перевернутые пишут, что перевернутые видео. Новую трансляцию делать? Нет, просто попробуй. Перевернуть? Перевернуть, да. То есть, ну, нет, ну, поставить вертикально. Друзья, перевернутая картинка. Только что делала, значит, перед трансляцией. Уже не будем перезаходить. Будем опять в перевернутом режиме с вами работать. Поэтому вот так. Извиняйте. То есть она не может... Я назначил Ютьюбу, чтобы он перевернул картинку. Горизонтальный был отмечен. Потом, видимо, камера на 5 секунд выключилась. Я вновь включил. И она, естественно, почему-то не сохраняет этот режим. Итак, значит, что там у нас вопрос, как наклеивать, как вообще оформлять и малые форматы, да? Ну, есть у меня, например, вот полистирол. Тут вообще даже меньше 5 миллиметров. 3, по-моему, миллиметра. Ну, панель. Очень приятная такая панель. Вспененный полистирол. Можно 5 миллиметров, можно 10. И на него... У меня есть резиновый клей банка. Открывайте. Резиновый клей. Очень важно, чтобы он был резиновый. Не ПВА. Если ПВА наклеивать, то, естественно, одну сторону вы наклеиваете. Вторая сторона, чтобы ПВА не смочена. И ее поведет. Ну, она выгнется просто. Поэтому резиновый клей. В художнических магазинах, кстати, продается. Либо в строительных. Мастихином прям туда окунаю. Опа. Ну, он так свисает такой красивой, извините, сопелькой. Все это вот прям на эту поверхность. Это маленькая работа, да? И на подготовленный полистирол. Он высыхает моментально, поскольку он на бензине. Ну, так немножечко пахнет бензином. Но те, кто любит автомобили, я помню. С детства мне очень нравился у дяди Саши. Внизу он под нами жил, значит, у него все время. Он «Москвич» 407-ю он ремонтировал. Все время пахло бензином. И как-то мне это... У меня первая машина была «Победа», вы не поверите. «Победа». «Победа». Ну и все. Потом смазали эту сторону и ту. И хопа. Все разгладили и все. Никаких проблем. И в Раму. Следующий вопрос, пожалуйста, друзья. А Владимир Рубан спрашивает. Добрый вечер, Вячеслав. Какие особенности использования массивных мазков при написании картины размером около метра? Большой флейц. Модуль нам нужно подходить к этой задаче. Если вы большими кистями, вот, например, двадцаткой, делаете такую работу, ну, да, большой же. И мелкие мазки, как, по-моему, Репин говорил, что и блик в глазу даже большой кистью. Куда попадет? Если, значит, двадцатка, двадцать миллиметров, да, такой работа, ну, пишите, плюс мастихин. Значит, если у вас метровая работа в пять раз больше, да, двадцать на пять, значит, нужно... О, сколько это получается? Двадцать на пять. Это же сумасшедшее. Десять сантиметров. Ну, да, в пять раз больше. Вот таким флейцем. Машете побольше краски. Есть один художник. Я вот сейчас, потому что он недавно в моем мире интересов появился. Он ездит на пленэре, прям на велосипедике. Он привязывает, значит, холсты большие на велосипед. Где-то за границей. Все время сопит так. Пишет, ничего не говорит. Вот. И приезжает на велосипеде там с холстами. Разворачивает. Достает не такие банки краски. А вот у него банки краски. Прямо раскладывает их на столе. Зачерпывает. У него палитра «Будь здоров!» И он месит и мастихин. Нет, у него не мастихин. Мастерок. Правда. И шпатель. Шпателем работает. Если кто знает его фамилию, напишите. Если что, я потом в Телеграм. Только я сейчас не смогу найти. Хотя почему нет? Я где-то выглазил. Ну, можно поискать. Но не буду тратить время вы сами. Лучше в Телеграме. Так вот, шпатель очень хорошо пишет, кстати. Очень неплохо. Шпателем, большими кистями. Вы модульно подходите к этому. И вот искусство будет мазка. Там искусство не мазка, а видение тональных отношений. Мазок – это все фешинг говорил своим студентам. Да забейте на эту красоту мазка, которой все восхищались, все хотели писать, как он. Ничего ни у кого не получалось. Видение другое. Видение нужно настроить. А мазок потом появится, красота его, когда настроено видение. Вот какая петрушка. Ну, вот так. Давайте настраивать вот эту штуку, чтобы тон научиться различать, чтобы рубашка была действительно у вас темнее, чем вот эта вот штука там или где-то вот эта. Ну, вот на чуть-чуть. Все на чуть-чуть. Или там светлее, чем стена освещенная. И по таким пятнам, вы видите, за сколько миллионов долларей? Давайте поближе. Ну, потому что опять вертикальный экран. Даже пред. За 139 миллионов. По пятну-то работает все. Бум-бум-бум. Ну да, тут все так вот. Пикассо. Но дальше. Нелли Гурева спрашивает слова. Нелли, привет. Простите за банальный вопрос, если я в багаж запихну маленький пизерек с растворителем. Пизурок. Пизурок. Правильно говори. С растворителем. Меня заставят вытащить или выбросить? Подожди, пожалуйста. Так этот... Еще запомнил. Я не договорил про этого мужичка. Так вот он делает на больших рамах, и потом, я смотрю, гвозди торчат. По всему периметру торчат гвозди с шагом примерно в 10-5 сантиметров. Представляете? И он один хос их сопит, кладет на другой. Ну там масло так, что вот такой зазор нужен, потому что там прям килограммы. Банки-то большие. И на гвозди, как я не знаю, как йог все равно в спину свою кладет, картины на эти гвозди, заворачивает там потом шпагатом, на велосипед опять едет. Так, еще раз. Ну пишет австралиец вроде, что-то Эванс кажется. Может быть. Посмотрите сейчас пока в интернете, и это самое, уточните, всем напишите. Ну пишет мощно. Одна работа, там под мостом, как под каким-то ржавым он писал, прям так все втонет тонко-тонко. В основном пейзажи такие, небо там, он прям... Ну таким шпателем, прям десяткой. Что там еще по поводу растворителя в багаж? Да, Нелли спрашивает. Не хочется в Сочи бегать по магазинам. То есть могут... Не хочется. А что делать? Ну, правила такие. Приезжаем и через не хочется идем в Сочи в магазин. Так там найдете магазин легко. Но заставят ли ее... Конечно. Это же взрывоопасное это самое. Нельзя перевозить. Не, я против. Только краски в багаж. Растворитель на месте. Ну, можно просто сделать. На Валбересе закажите или на Озоне. В то место, где вы просто... Сделайте два шага от своего отеля в этот Валбересе или в Озон. И вам придет банка без запаха. Я только сегодня получил эту банку без запаха. Могу даже назвать, как им... Брауберг, по-моему, называется. 600 литровка. Две литровки стоили 800 рублей. Две литра. Два литра. Да, Людмила спрашивает. Можно ли искусственно изменить стиль живописи? Нравится импрессионизм. Но если пишу самостоятельно, а не по видео, живопись получается гладкая, реалистичная. Так рука действует. Ну, так измените. Чушь. Например, вы кушаете правой рукой условно. Например. Возьмите, попробуй левой кушать. Вкуснее будет. Ну, вообще, перемена. Или там, я не знаю, что вы делаете правой. Правой ногой, например. На педаль жмете. Я один раз, мы в Индии, помнишь, ехали. У нас индус вез нас. Не помню, откуда. Ну, вез в Дели. Далеко мы ехали. Ночью. И он все время засыпал. Он слип. Ну, представляете, индус за рулем. Естественно, правый руль. И он засыпает. Я говорю, давай я поведу. И он, когда уже окончательно начал засыпать, он доверил мне такие руль. Я доехал до Дели. Я никогда в жизни на правом руле не ехал. С левой стороны была коробка передач. Педали все. Но педали так же. И все нормально. То есть вы непривычно. А к чему я все рассказываю? К тому, что... Да, то, что можно искусственно поменять. Да, вы просто делаете непривычно. Возьмите левой рукой и начните писать левой рукой. Просто попробуйте. Для смеха. Пусть никто не видит. Вот замесите. И начните писать. Вы же пишите мозгом. И начните писать. Вот посмотрели на вот этого. Вот этого. На это вот. 139 миллионов долларов. Дай-ка я. Зафига я сейчас контур. По пятну сейчас все разберу. Ну просто. Или там, я не знаю. Сезанна, Матисса. Ну кого вы любите. Поставьте перед собой. Обложитесь этими Матиссами. Сезаннами. Просто, чтобы везде свисало с потолка. И начните писать свой мотив. Используя его приемы. Поменяйте. Это будет даже... Вы сами удивитесь, как это... Ну вам же интересно. Так надо делать это просто. Ван Гога. Ну что вы любите. Дальше. Ну Эстер спрашивает, что отличный вопрос. По условиям пролета в багаже. Ну видимо, кто-то еще пытается... Ну хочет путешествовать. Ну да. С красками. Ну да. Расскажите, пишут, как это может быть. Самая большая проблема перевозка красок в багаже у меня это пластиковые боксы, которые я устал менять. Потому что прилетаю, я не знаю, в Армению, весь пластиковый бокс разбит. Если вы... Ну у меня сумка такая, правда, она матерчатая. Если у вас жесткий чемодан, то, конечно, нормально. И я присмотрел у Лены Ушаковой коробку из-под обуви какой-то фирменной, дорогой обуви. Я в Армении купил за две с половиной тысячи коробку специально для подарка. Ну там один к пяти. И первый раз я прилетел в Венецию. Вот сейчас прилетел уже сюда, и ее не разломали. Вот это главная проблема. Потом Лена написала там по-английски текст. Вот, пожалуйста, это мой инструмент, которым я зарабатываю на последний кусок хлеба. Ну она просто написала, это мой рабочий инструмент, пожалуйста, не трогайте. Это все, что у меня есть, больше ничего нет. Вот, это не взрывоопасно. И на всякий случай эту бумажку тоже на эту коробочку приклеиваете. Больше других способов. Я с юмором рассказываю, потому что сам вопрос... Тут нет вопроса. Грузите все в этот самый, в чемодан все, и летите с краской. Только я не летаю AirBaltica. Один раз я летел на мастер-класс в Швейцарии, в Германии. И они у меня вытащили, у них такие в аэропорту... Ну, пересадка была, значит, где там AirBaltica, не помню, в Литве. Наверное, в Риге, да. И прилетаю на мастер-класс. Завтра идти писать. Пустая коробочка и вежливая надпись. Тролевали, что-то там взрывоопасно. Все, ни одной краски. Ну, было такое, да. Тушканец, кстати, Тушкан спрашивает. Точнее, не спрашивает, просто пишет, что нравится ваши работы. Но самому переформатироваться оказывается очень сложно. От учителя зависит с самого начала деятельности. Путь тернист. Ну, видимо, это добавка. Ну, очень просто. А хочется ли вам, Тушкан, Тушканчистый, переформатироваться в Фешина-Фешиновича? Или, я не знаю, Репина-Репиновича? Репинского. Если хочется, вы начинаете изучать его работы. И постепенно... Ох, как он делает вот это! Смотри, какая рука! А я не так. И вам нравится вот эта вот рука, например, вот о пяти пальцах. С маникюром, с часами. И вы начинаете... Легко же это переформатировать. Вы изучаете стиль. Пробуйте так же. И через какое-то время появляется новое имя на сотпись. Все достижимо, если есть желание. Но попробуйте чего-то. Ну, а что сидеть? Делать то, что не нравится. Давайте делать то, что нравится. Мне кажется, будет интереснее. Решить. Да, Гео добавил, что это мужчина с велосипедом, который с велосипедом Ричард, Мусгрейв Эванс. О, Эванс. Вот, друзья, посмотрите. Сейчас наберите. И вообще классно. Ну, классная живопись, согласитесь. Эндрю спрашивает. А кто ведет ваш канал? Я имею в виду монтаж видео и прочее. Ну, я веду. У меня же большая практика. Я раньше выпускал всяко-фильмы. И поэтому это очень сильно пригодилось. Монтажка. Я на «ты» с масс-монтажкой. Так что не проблема. Даже интересно. Артист спрашивает. Вячеслав, здравствуйте. Соскучились по вашему интервью с Бато. Смогли бы записать новое видео? Давно не виделись просто с ним. Ну, а чушь не записать. Если встретимся, так и с удовольствием запишу. У него, по-моему, сейчас в Петербурге выставка. Мне говорили. Потом где-то еще там носит его. Меня тоже где-то носит. Мы так в разные стороны. Ну, если так получится, конечно, запишу. Это всегда интересно. Но те интервью, которые я записал, поройтесь, кстати, на моем плейлисте, называется, по-моему, «Выставка художников». Или мастерская художников. И там прям они очень ценные. Потому что то, что он не многословен, но слова очень важные. И все в десятку, все в точку. Хочу пока что вам сказать, что буквально через несколько дней мы уже готовим. Я написал вот эту работу, натюрморт. И я приглашу вас на вебинар, где мы будем рисовать. Мы будем рисовать компоновку этого натюрморта. Мы изучим различную компоновку. Горизонтальную, вертикальную, сильно такую вертикальную. И порисуем прямо в эфире. Я надеюсь, что это будет во вторник. Да, Юля? Примерно. Да, скорее всего. Скорее всего, во вторник. То есть, вот в ближайший вторник. Так что заранее вас приглашаю на этот вебинар. Я думаю, время будет примерно такое же. Я на самом деле вам расскажу о курсе, который я сделал. Ну, помимо того, что мы порисуем. Он состоит из пяти уроков. И мы будем рисовать рисунок подготовительный. Мы будем рисовать грязаль. Я могу даже показать, потому что так будет интереснее. Грязаль. Значит, вот подготовительный рисунок. Ну, вам тут, я не знаю, как видно, не видно. В общем, скорее всего, ничего вам не видно. Вот так вот я вижу по отражению, что лучше видно. Различные подготовительные рисунки. Грязаль. Это урок полноценный. Мы работаем черно-белой краской. Потом делаем основную работу. Нет, не эту. Ну, вот эту. Примерно час там с небольшим. Потом творческие. Два решения. Одно такой вот водными красками. Любой. Там акварелью, акрилом, темперой, гуашью. Просто посмотрим, изучим, как это делается. И творческое решение совсем сумасшедшее. Такое яркое. Ну, как это? Больше экспрессии, больше фантазии. На основе того, что мы с вами изучим. Ну, вот такая перспектива. И я вас заранее приглашаю на этот вебинар, который скоро состоится. Это новый курс. И думаю, что тем, кто серьезно относится к живописи, к изучению живописи, это очень сильно поможет. Юлечка. Да, просит рассказать про свой распорядок дня. Утром. Тренировка. Пару часов в спортзале. Потом завтрак. Потом творчество. Потом вам нужно что-то записать. Монтаж. Потом опять творчество. И сон. Нет, не спать. Еще рано. Обычно ухожу часов в 10 вечера уже так нормально. Мне уже хочется пойти. Пол 11. Потому что в 8 утра вставать и... Юлечка. Вячеслав, почему лет 10 назад не начали активно вести свой YouTube-канал с ответами на вопросы? Почему, почему? Мы же здесь сейчас находимся. То, что было, было. Забудьте об этом. Этого нет. Ну и сейчас. Давай дальше. Начало и начало. Хорошо же сейчас. Ну и нормально. Чего о прошлом вспоминать? Мало ли, вспомнила бабка, як дивка и була. Чего нам, зачем вспоминать? Все уже. Бабка. Детка. Больше таких вопросов нет. Вообще нет. Почему вертикальное видео снова? Ну потому что, потому что я так, я не знаю, ну что, долго объяснять. Я настроил все, было горизонтально. Там написано горизонтально. Потом телефон раз, выключился, я опять включаю. Ну все же осталось горизонтально. А он перенастроился на, ему так, на этом самом, на ютюбе, по умолчанию стоит, рекомендуется вертикально. И он сразу раз в прежний настрой. Ее нельзя сохранить, я не знаю как. На телефоне. Нет такой кнопки сохранить, чтобы всегда было горизонтально. Каждый раз. Ну в следующий раз, обязуюсь, уже не будет проблем. Извините. Ну я же есть. Зато, что тут видно? Стул видно зато. И вверх видно там. И все тут, ну все видно. Штаны. Нелли вот. Горьева. Да, пишет, что Вячеслав, вот хоть тресни, а я все равно доберусь до вас. Помнишь, это красное платье она хотела, чтобы ты ее пописал. Ну тогда завтра у меня свободный день. Приезжайте. Будем писать. В красном платье. Шляпа нужна. Перчатки. Перчатки, шляпы, красное платье, бокал вина. Ну это мы нальем. Вы главное приезжайте, Нелли. Перчатки есть. Перчатки есть. У кого? У меня здесь есть. Ну ты вот твои, я твои не могу. Нелли, вы своим гардеробом сами позаботьтесь о гардеробе. Это же твои перчатки. Нельзя. Так, Эстер спрашивает. Расскажите о своих планах на ближайший год. Очень хорошо. Планы. Значит, 16 числа будет открытие выставки в галерее Луна, Нижний Новгород. Я готовлюсь и повезу работу, сам буду развешивать там. И 16 числа в 18.30 я вас жду на открытие. В конце концов обнимемся и поговорим в сластье. И покажу вам новые работы. Персональная выставка. Нижний Новгород. Если учесть, что на выставку, в которой я чуть-чуть принимал участие, она сейчас продолжается в этом самом, в коробке, арт-пространство коробка «Автозаводская-18» в Москве. Значит, если учесть, что у меня там всего было, ну сколько там, порядка 10 работ, ну не так много, 5 метров всего, да. И туда приехала женщина из Оренбурга. Это вообще сколько тысяч километров. Из Саратовской области, из Калуги. Я был просто в шоке, польщен очень. Спасибо вам, что вы приехали. То есть я почувствовал, что, ну, значит, ну, это нужно было раньше вести свой YouTube-канал. Ну, не район. Вот начал три года назад. Зато почти каждый день, извините. Ну, наверное, это слишком много, я чувствую. Зачем много быть в эфире? Немножечко должен быть дефицит. А что там еще спросить? А, ну вот, про ближайшие планы. Про ближайшие планы. Дальше, значит, будет мастер-класс в феврале. С 8 по 11 февраля уже договорились. Все уже зарезервировано. На академичке, академические дачи имени Репина под Вышним Волочком. На сайте информации есть. Заходите, поехали. Потом будет класс в Швейцарии. Еще на сайте не повесил информацию. Уже группа, в принципе, набрана. Но давайте подписываться. Может, я две сделаю. Это будет апрель месяц, где-то в середине апреля. Попозже уточню. Потом будет класс в конце июня в Провансе. Во Франции сумасшедшие места. Лаванда, друзья. Если кто-то еще не писал лаванду, туда приезжают и со всех стран мира, чтобы фотку одну сделать. Фотку. Просто фоткаются лаванда, лаванда. Девушки, парни. Вы представляете? А художнику там оказаться, это прям чудо чудесное, если вы еще не оказывались не рады. Хотя бы один раз. Так что готовьтесь к лаванде. Но там тоже группа ограничена. Так что надо быстрее туда попасть. Информацию я скоро выложу. Потому что будет новый маршрут. И мы будем писать даже в городке, в который мы проехали, если Лена Ушакова будет организовывать это дело. Мы там после мастер-класса, который был в этом конце июня, мы проехали в городок Кукирон, в котором снимался фильм «Хороший год». Ну, про этого дела. Ну, вы знаете, наверняка, этот фильм про любовь, все такое. Про вино из Прованса. В этом городке. Так вот, там такой, как это, прудик, квадратники, ну, прямоугольный, с огромными платанами. Платанами, я не знаю, в три, не, ну, не в три. В пять обхватов местная администрация рассадила там везде эти платаны. И это так красиво. И кафе, все люди сидят, пьянствуют, общаются. И, конечно же, там будем мы. Дальше. Ну, а потом еще планов нет. Но на сентябрь, возможно, будет Рима. И еще подумаем. В Риме я хочу пописать. Рим. Это сокровщица вообще мировой культуры. Вы представляете? Светлана пишет, что рецепт салата обещали. Рецепт салата готовится. Надо сделать. Ну, сейчас же, сейчас уже не буду делать. Сейчас я сыт. Сделаем, сделаем. Все запишем. Правильно? Правильно. Пока секрет не раскрываю. Так и медленно превращусь из художника в повара. Да. Так, здесь вопрос. Личо Холли. Здравствуйте, Вячеслав. Как вы отрекаетесь от картины, на которую потратили много времени и вложили душу? И можете ее спокойно продавать? Скажите, после не жалеете и не скучаете по своей работе? Сильно жалею. Есть такие работы, которые мы с Юлей очень жалеем, что продали. Просто, ну, деньги-то нужны тоже. Знаете, когда приезжает коллекционер из Америки, а-а-у-а, то-то-то, все это все сгребает со скидкой, да. Потом мы к нему обращаемся и говорим, вот эту работу верни, нет, уже нет. Все. Вы продали, все. Есть такие работы, да. Но мне понравилось, как Батуа недавно сказал, но нужно, говорит, написать столько работ. Вот это поле, все, чтобы просто все работы усеяны были, все поле, до горизонта. Ну, такая работоспособность. Так, если ты любишь так живопись, то пиши просто, что жалеть-то? Ну, так, сейчас я подумаю. Жалеть, да? Почему? Не, ну, есть работы, которые жалею. Ну, если они... О, хорошо. У вас кошечка, например. Отдам в хорошие руки. Ну, что, вы будете жалеть? Ну, она же в хороших руках. Ну, можно потом переписываться. А пришли мне фотку, как она на стене. Ну, присылает фотку, как она на стене. Ой, я так рад, что у вас теперь моя работа на вашей стене. Ну, мы становимся друзьями. Это же... И что? Что у меня работы? Это и нет. Я могу потом съездить куда-то, где эта работа. И, блин, моя работа где-то там у вас... Как это здорово ее вновь встретить. Не, ну, чего жалеть? Есть какие-то работы, которые прям для меня важны. Ну, и то я не буду жалеть. Не, надо идти дальше. Как это самое... Как вы спросили, что ты не начал вести? Канал «Три года назад». Этого не было три года назад. Не было. Вот сейчас есть. Сейчас есть то, что этой работы нет. Но зато есть другая. Я же не стою на месте. То есть я написала, например, одну работу. И, блин, сижу на... Ой, какой я молодец. Вот неделя, годы проходят. Какой я молодец. Так ты даже потом и не вспомнишь об этой работе, если ты работаешь каждый день. Чего не вспоминать? Зачем? Это уже было. Ну, искупался я в море, например. В океане я купался. Представляете, океан бушует. С морем не сравнить. И что я? Ох. Я теперь тоскую. Ой, как же мне бы еще раз искупаться? Ну, нет. Нету. Лужа есть зато в садике, например. Там речка. Но это другое. Мы же живем здесь сейчас с вами. Мы же в нашей палате. Чего нам вспоминать? Продал, продал. Давай дальше. Любовь, спрашивает Вячеслав. Иногда возникает вопрос о заполненности холста в натюрмортах. Можно сказать о правильности композиции, чтобы не было пустых мест? Это правомерно? Вот пустое место. Но на рубашке, например, пустое место абсолютно. А здесь есть какой-то тренденденден. Или, смотрите, например, щека. Какой ужас. Пустое место. Люди же прям на шее делают, на околке, на руках. Но здесь же никто не делает, кстати. Почему? Делают. Индийцы в Африке делают. Да, везите. Вот эти вот прищепки здесь дырявят. Но пусть останется хоть чуть-чуть пустого места, где глаз отдыхает. Зачем заполнять эфир, который сейчас идет? Болтав, не ой, речем. Ну ладно, тут вопрос-ответ. Но в принципе, вот мы с вами, например, любовь, да, задают вопрос? Любовь. Мы встретились с вами, например, в кафе. Обнялись, сели в чашку кофе. Ну что? начинается разговор и бесконечно бубу 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 а зачем может быть может быть он и не нужен может быть просто посмотреть я не знаю на людей которые там рядом сидят блокнотик стать достать порисовать потому что интересно красиво вокруг там я не знаю допустим мы с вами пьем кофе у моря собака давкой это же музыка я к чему говорю что тишина может быть более наполненной любовь любовью чем бесконечный разговор о тишине или о любви так что я за то чтобы сочеталась и нагрузка ой она еще не прикручена это кроме и информации много и отсутствие ее когда это есть то на мой взгляд это более гармонично чем бесконечные бесконечные пятна цвета ты на дне везде 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 но даже природа придумала сон для нас чтобы мы очень глупость как не сказали мы же молчим не кто-то когда спит разговаривает я слышал гиа спрашивает вячеслав ваши взаимоотношения с музыку недолго разговаривать недолго с музыкой до помогает ли или мешает ли ну мешает я например спортзал хожу я с ними немножко но не ругаюсь конечно я говорю но вот у вас музыка такая звучит который я не заказывал и громко принесите нам данным свою музыку и занимайтесь на здоровье принес они стать мы не можем поставить вам ваш столько мозг даже вы ни один она будет в перемешку с какими там их вкусами которые то есть мне это не нужно я не заказывал но мне навязывается это да как интересно кстати в америке я недавно узнал об этом запрещены всякие музыки в спортзалах чтобы но они не не мешали концентрации на выполнении упражнений нужно вязать к чему я говорю я уже забыл ну просто взаимоотношения с музыкой с музыкой мешает ли или вот мешает да потому что у меня хороший слух и ну есть какой-то вкус и когда мне навязано что-то другое это мешает например я помню еще в совсем в юности я ездил например из я в туле там родился и в москву ездил иногда на электричкой иногда на поезде я заходил в вагон там плацкартный там по умолчанию везде был значит какая-то музыка я по каждому плацкарту заходил и выключал приемники пока никто не зашел ну жоп тихо было а там все это да вот это значит мешает а вообще вообще если у вас хороший слуг и вкус хороший то вы же не защитить не защищены ничем только разве что что я делаю я вставляю значит свои наушники и пытаюсь перебить своей музыкой то что вливается в меня ну я не знаю из вагона или откуда угодно до из каких-то общественных мест но мне понравился никита братусь чью музыку вы все время слушаете мой друг он сейчас в германии и как-то как какой-то был трек какой-то совершенно дикий на что я реагировал а он просто просто улыбался стоял у него совершенный слух и вкус такое прочтение вот это мне так понравилось такое прочтение и действительно но музыканты всегда сложно потому что льется всякая муть и ты не можешь это игнорировать потому что ты же слышишь фальшь слышишь и как абстрагируется я пока не научился разве что вставляю в уши что-то такое свое другое мы сколько в эфире очка 34 34 ну да подскажите пожалуйста ученик спрашивает анализируя пройденный путь есть ли какие-то достижения или успехи в живописи ученик это никогда да это вы у меня были на этом на мастер-классе по моему да вот прошлый раз в коробке тогда напишите что что есть есть ли какие-то достижения или успехи в живописи анализируя пройденный путь у меня но я могу сказать что у меня пишется легко все легче или сейчас легко пишется а да как и причем это не так очень давно не очень давно до этого было какое-то преодоление изучение знакомство с какими-то например задумал какую-то картину и или там ты стоишь на пленэре и мотив все понятно но как написать так чтобы написать ощущение не списать это буквально это всегда каждый раз это какая-то сумасшедшая задача причем я помню она живут где-то вот сзади в мозгу эта фраза фешина о том что пишите так чтобы каждая ваша работа была написана по-новому не похоже было на предыдущую она же есть эта фраза наш со мной живет и вот как себя нужно все время но организовывать и помнить что ты ты не должен повториться даже вот казалось бы там ролики до вопросы часто одинаковые но ты не должен повториться но слава богу даже в комментариях я видел что вы пишете что не повторяюсь но иногда повторяюсь какие-то просто яркие примеры ну поэтому повторюсь потому что они яркие очень точно доносят то что хочется донести но я не боюсь этого но пишется легче легко это говорит о том что ну как какой-то ну кайф такой ты испытываешь когда ты работаешь над каким-то какой-то новой работы новой картины она больше интригует чем чем страшит больше как бы хочется в реализовать реализовать какие-то новые возможности новые приемы технически ведь же тот же фешин говорил что он вообще был сторонник виртуозной живописи и считал что вот как это написано важнее что там как но повороте да как спета понятно что одно и то же там они период поют песни там с доминго или как как это спет как сделано как сыграно как сказано на ученик написал что это он был на мастер-классе в коробке да 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 я помню да гиа добавляет что вопрос был по отношению к живописи настроение вдохновение в ней находите в музыке то есть это не просто как вдохновение музыки да вот по относительно живописи но находишь ли ты это вдохновение в мозгу в музыке когда ты пишешь когда пишу когда пишу ну да то есть мешает ли она или помогает вы знаете раньше давно еще со строгановки у меня была целая коллекция классической музыки потом появилась медитативная и я действительно включал как-то свое да потом несколько поездок в индию было больше медитативные мантры это тоже мне было очень интересно и важно сегодня даже в зале на тренировке я включил взамен тому что предлагалось японскую там шум дождя и какие-то такие вот японская какая-то очень красивая тонкая мелодию она перебила там все весь этот динамичный ужас и оказывается я просто нет мне комфортнее потому что упражнение я делаю или пишу когда эта музыка ведь более тонкой настройки чем там давно она сразу тебя как так вовнутрь ты больше настоящий что ли да в этот момент но все больше и больше я люблю тишину естественные звуки которые не агрессивны которые тебе не 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 ломают как они не не бьют звуком или чем а вот естественные звуки если они не агрессивны то мне нравится но я имею ввиду агрессивный может быть звук пилы я что-то ну вот это уже это уже такой привнесенные как и устройство работает трактор трактор так 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 а вот звуки природы это более хорошо так что тишина мне милей ирена матвиенко передает привет из торонто и рада видите слышать и мечтает снова и рад на пленеры моя любовь я не могу не признаться тебе в любви привет но это пять дней чудесных встреч и и ты как стала писать нельзя ты зайди у нас же есть телеграм-канал и покажи народу свои работ которые ты там написала кстати я еще я сам покажу потому что я еще не смонтировал наш материал где мы там работали так что спасибо тебе за послание луиза тебе сердце лиза живет ура марку привет поклон луизы кстати кстати дома всегда звучит в телевизоре уникальная джазовая тонкая музыка мне так понравилось это же создает настроение ты ты просто паришь вот в это то есть это но это же энергия это же качество энергии которые те настраивают либо на на покой либо на динамику ну вот так спасибо тебе луиза как назвал марка этот канал я забыл уже как-то там чё ты но у меня у нас тут свое проходит на ютюбе просто мы набираем их на f как-то уильям олес спрашивает вячеслав как вы считаете упал ли общий уровень выпускников художественных учреждений если да то почему не так давно ну как не так может быть лет десять по меркам вселенной нет не не так давно я побывал в строгановке меня там узнали как к моему удивлению причем узнала педагог которая была в параллельном она вела параллельный класс рисунка и она так пригляделась представлять сколько лет там прошло она была всего один раз в нашей группе и и узнала да и я из я и задал примерно такой же вопрос как вам вообще здесь какой уровень студентов и она сказала вот почему она она меня вспомнила потому что у вас говорит было а как это вы были говорит в той знаменитой группе то есть оказывать но это же среди педагогов ходили какие-то вот эти вот сентенции что группа такая была она запомнила прошло и на 30 лет вот ну так вот когда вы учились она сказала у нас было общежитие все очень просто банально в это общежитие приезжали в строковку поступали со всей россии приезжали те кто хотел стать художником потом общежитие это закрыли его сейчас нет из и это превратилось в тусовку дети там родители как родители принимают решения за детей просто тусовка престижно вроде художник художник и уровень я думаю что действительно упал хотя я был не так давно совсем не так давно в академии репина в петербурге в мастерской калюты и я снял кстати там пока был вы наверняка многие из вас видели это видео она есть в плейлисте в каком плейлисте выставки художников наверное так называется но можете его посмотреть и я отметил что я не помню какой это было курс обнаженку они писали большие холсты но я увидел очень сильных студентов очень сильные работы и увидел влюбленных в живопись молодых людей и девушек так что я не скажу что упал потому что вообще русская школа живописи она славится в мире в америке я был когда и ну отмечали это те кто приходил ко мне на классы и она действительно славится и наверное такая но в первую в первом я не знаю в пятерке наверно самых лучших ну вот пожалуй так не знаю что добавить сколько у нас там минут 44 44 давайте мы последние вопросы завяжем быстро время летит ну будет повод еще встретиться до хороший вопрос вот артист еще раз спрашивает что вячеслав подскажите пожалуйста как поддерживать оптимистичное настроение девочка скажи как пока я думаю ну как ты поддерживаешь выпить надо ночью горевать то жизнь дана нам для того чтобы радоваться как бы тяжело не было но представьте вот вот сейчас мы с вами да вот мы там вы за экраном я здесь но за нами всеми вот рядом с нами находится начальство ну наше и вот она вас спрашивает вас а чё ты очень грустный такой ты чё ты живешь небо еда есть у тебя крыша над головой есть ну и чё ты чё ты горюешь то ты вообще для чего она спрашивает не я ты для чего вообще сюда пришел если ты пришел грустить ну зачем мне начальству грустный человек на переплавку но известно что радостное настроение даже влияет на на клетки и они я не помню как ты знаешь как они там злепит на чего ты там какая-то как это на метах он да и какая-то структура днк вместо того чтобы укорачиваться как теломеры теломеры они они могут удлиняться это исследование были да вот вам пожалуйста то есть значит а раз так это теломеры эти они сколько там 1 50 в жизни в нашей жизни делится то есть они отвечают за деление клеток да и они все время укорачиваются с каждым новым делением укорачивать так вот если человек в радости исследование были я не могу пока сказать и какие как кто именно проводит то они не укорачиваются по по крайней мере не укорачиваются вы представляете это по моему открытие вообще такой века так что одного этого факта достаточно чтобы подумать если так то может быть выгоднее все-таки радоваться тогда я больше проживу в радости если я буду там я не знаю но приносить я пришел на землю для чего чтобы что обижаться и как ты его поддерживаешь как он этим но я взял хожу заниматься мне нравится а не нужно специально ничего делать не нужно специально не знаю что ответить у меня пока нет ответа еще я подумаю кстати вот недавно в прошлом эфире кто-то спросил как поддерживать осознанность я сегодня на тренировке вспомнил у меня просто пришел ответ вот представляете может быть это тоже сюда сгодится вот представляете вы находитесь в ванне но полна ванна воды теплой может быть горячий вам очень комфортно вы погружены в ванну просто расслаблены а в ней находитесь и и разговариваете с близким человек разве это ощущение вот при до мурашек в каждой клеточке куда-то исчезает когда вы общаетесь это к тому как не терять осознанность если это есть вот это вот это ощущение вот пульсации что ли такой вот вот когда ты ты телом чувствую что ты находишься вот в этой ванне любви условно говоря которая окутывать тебя со всех сторон то чтобы ты не делал она же никуда не исчезает но это к тому как не потерять до осознанность но и это тоже мыться надо ванна час чаще принимать солью солью пачку соли и кстати да вычищается все в эту ванну пачку соли пачки мало лучше 22 лучше и вся вот эта муть все у и у и оттуда давайте мы друзья закончим извините за при вот эту вертикальную штуку ну так вот youtube предложил сегодня второй раз уже до нере хорошую написал фразу космос слышит наш наш смех исполнять желание о все правильно друзья но всех люблю пока до завтра завтра что-нибудь вам пришлю значит так что вы посмотрели недавно посмотрели как я писал картину какую писал каждую мри я же обещал вам что буду все репортажи вот этой поездки до вас доносить и может быть даже появится какие-то короткие такие ролики из как и какие-то фрагменты я посмотрю потому что было много чего интересного и упускать их не хочется ара джан там нам рассказывал много но в общем буду буду вас информировать всем пока друзья я я выключаю кнопку опа выключил